С вами Вести, радио новостей и мнений. В эфире программа «Война миров». В студии ее ведущие Константин Дорошенко и Татьяна Гончарова. Наш гость сегодня Евгений Кириллович Марчук, человек, который создал службу безопасности Украины, четвертый премьер-министр Украины. Послушаем справку о нем и начнем разговор. Евгений Кириллович Марчук, четвертый премьер-министр Украины, первый руководитель службы безопасности Украины. Начал профессиональную деятельность в 1963 году с должности оперуполномоченного управления КГБ УССР в Кировоградской области. В системе разведки и контрразведки служил более 30 лет. За это время работал в Пятом управлении по борьбе с антисоветской агитацией. Первым заместителем председателя КГБ УССР. Был также начальником Полтавского управления КГБ. С ноября 1991 по июль 1994 годов был главой службы безопасности Украины. В 1994-м получил воинское звание генерал армии. В следующем году стал премьер-министром. Пробыл на этом посту чуть более года. По официальной формулировке «был снят в связи с переходом на постоянную работу в Верховную Раду». Глава администрации президента Дмитрий Табачник дал другое объяснение – за формирование собственного политического имиджа. На президентских выборах 1999 года Евгений Марчук набрал более 8% голосов, заняв 5-е место. После этого при Кучме занимал посты секретаря Совета нацбезопасности и министра обороны. В 2008-м президент Ющенко назначил Марчука своим внештатным советником. Евгений Кириллович, когда вы создавали службу безопасности Украины, она формировалась, насколько я понимаю, из сотрудников общесоюзного КГБ. Других не было тогда. И вот мы на сегодняшний день видим, к сожалению, достаточно плачевные результаты работы СБУ в нашей стране. То, что в тех или иных городах захватывают здания СБУ – это, в общем-то, ситуация вопиющая. Потому что я не могу себе представить, чтобы даже районное отделение ФСБ или ЦРУ где-нибудь было захвачено, и это прошло бы безнаказанно. Как вы думаете, что случилось с кадрами за эти годы? И все и просто, и сложно. Вся проблема в том, что за последних три с половиной года служба безопасности Украины целенаправленно не просто разрушалась, а она перенастраивалась на другие задания, на другие и стратегические, и тактические задачи. Что имеется в виду? Если вы вспомните руководителей СБУ при Януковиче, не надо долго ходить, зайти в Википедию, и вы увидите, что это были или не русские по национальности, в этом нет проблемы, а люди, которые, в общем, или не работали в службе безопасности, или не имели вообще-то какого-то серьезного отношения к службе безопасности. А самое главное, что они так или иначе были, ну если так точнее сказать, то они были назначены для того, чтобы выполнять задачу не просто по сотрудничеству с ФСБ России, а интегрироваться постепенно в структуры российской службы безопасности, ну ФСБ. Вот посмотрите, даже последний руководитель Якименко, его биографию, он где-то там на заре своей деятельности немножко поработал председателем СБУ, не председателем, сотрудником СБУ. А вообще-то он по профессии военный летчик, долгое время он возглавлял охранную структуру, которая занималась охраной бизнеса, бизнесовых структур, принадлежавших прямо или косвенно к семье Януковича. Ну а потом в быстром темпе он был назначен начальником Севастопольского СБУ, потом Донецкого, ну и сразу председателем. Кстати, когда началась аннексия Крыма, то Севастопольское управление СБУ, оно не было захвачено, оно просто перешло на сторону ФСБ, потому что, как теперь известно, уже абсолютно достоверно известно, с руководством Севастопольского управления СБУ была предварительная работа со стороны ФСБ. То есть, если ответить на ваш вопрос так обобщенно, то, с одной стороны, кажется невероятным, действительно, как вы говорите, захват зданий СБУ. А здание СБУ – это не только оружие, это и секретные материалы, в том числе касающиеся лиц, которые сотрудничают с СБУ на негласной основе. Это человеческие трагедии. А это и очень серьезный символ, и такой сигнал и для населения, и для власти. Серьезный в негативном смысле. То есть, если СБУ или захватили, или оно перешло на другую сторону, или сразу же сдалось, это очень серьезный деморализующий такой фактор. Несомненно. Вот поэтому вот сейчас, когда звучат абсолютно оправданные возмущения граждан, куда там смотрит сейчас СБУ или куда оно смотрело, здесь надо задавать дальше второй вопрос – а какое СБУ? Потому что нынешний председатель СБУ Наливайченко, что он, как мы знаем, три с половиной года назад был председателем СБУ. Ну, уже четыре года назад. И он знал, что такое СБУ четыре года назад, поскольку он был долго председателем СБУ. То он принял совсем не то СБУ, которое он сдал. Абсолютно другое СБУ, нацеленное на другие совершенно задачи. Не на защиту безопасности Украины, государства, суверенитета, территориальной целостности, а деморализованное, переориентированное на не просто сотрудничество с российскими спецслужбами, а на, если так уж очень откровенно сказать, то, в общем-то, на такую предательскую линию поведения с точки зрения государственных интересов. Это, конечно, не касается всех сотрудников, безусловно. Но в основном установка и ориентация и кадровое обеспечение было именно нацелено на вот такую задачу. И поэтому, когда начались острые события, я имею в виду не Майдан, а послемайданные события, сработало два фактора. Я имею в виду Крым и Донецкий регион. Первое – это то, что я сказал. А второе – СБУ было задействовано подавлением Майдана. Мы знаем, что некоторые структуры СБУ, в том числе и Альфа, очень серьезные подразделения, они были задействованы на подавление Майдана. И бывший председатель СБУ, Якименко, он даже немножко поспешил заявить о том, что объявляется антитеррористическая операция. Потом он отъехал немного назад. Потом начал говорить о том, что это согласовано с президентом и так далее. Но самое главное – то, что даже в плане, который был даже в интернете, план по обеспечению антитеррористической операции, который был подписан начальником генерального штаба Ильиным, который выложен был в интернете, поскольку по АТО того времени вооруженные силы задействовались по обеспечению, а это означает, что подпись начальника генерального штаба Ильина означала, что вооруженные силы в полном смысле включаются в подавление, в этом плане там очень четко выписаны снайперские группы от СБУ, Альфа от СБУ. И поэтому, когда уже после Майданной периода, и когда начались расследования, поэтому и подразделения, и многие СБУ, и особенно Альфа, стали объектом расследования. То есть с другой стороны, кроме той первой части, начала работать и вторая сторона. То есть находясь под расследованием уже новых структур правоохранительных генпрокуратуры, и кроме следственного действия еще очень сильно работал такой моральный фактор. И все это очень сильно деморализовало и весь личный состав, и особенно силовую его часть. Кстати, иногда, ну я бы сказал бы так, преувеличивают роль спецслужб в таких вот ситуациях. Спецслужба — это не военная структура, она военизированная, но она не военная структура. И вообще, если взять всю структуру, она известная по количеству, это утверждается Верховным Советом численность. Кажется, мне 39 тысяч, но реально там 25, если есть, это хорошо. Из этих 25, где-то, ну так, если я не ошибаюсь, где-то в районе 7, максимум 8 тысяч — это оперативный состав. Остальное — это все различные службы, там, оперативно-техническая, ну, то, что называется на таком разговорном языке, это службы обеспечения. А реальное вот то, что называется «Альфа», это очень небольшое подразделение. То есть цифры, по сути, завышаются? Несколько сот человек. Это штучный товар, это не для боевых действий, это не для штурмовых... Это для спецопераций, да? Это для освобождения заложников, это для, ну, решения таких очень точечных, очень острых задач, которые не могут решить воинские подразделения. Нет, но они могут, допустим, как сказал недавно министр обороны, помните, да? Мы можем подтянуть артиллерию, авиацию, смешать Славянск с землей, воздвинуть там желто-голубой флаг и сказать, задание выполнено. Но это на чужой территории, на территории врага такое можно делать. Но он правильно сказал, что мы же так не можем... Но не по отношению к своим же гражданам. А что касается подразделения именно спецслужбы, чтобы закончить эту тему кадровую, то, ну, то, что касается особенно Альфы, ну, это так сложилось у людей. Может быть, даже это в хорошем смысле ожидание, что вот хоть кто-то, хоть какое-то спецподразделение решит эту всю проблему. Ну, в данном случае они стали как богами, на которых возлагали надежды больше, чем требовалось. Да, но это не штурмовые подразделения. Хороший взвод моторизованной, обученной пехоты тысячу раз может быть эффективнее Альфы на поле боя, потому что они обучены бою. Евгений Кириллович, а вот как раз и о боях поговорим в следующей части нашей программы, потому что в вашей истории, вашего руководства разными структурами уже был Крым, уже был 94-й год, и вы уже ликвидировали Крымскую республику. Но об этом во второй части нашего разговора. Как обычно в программе «Война миров» у микрофона Константин Дорошенко и Татьяна Гончарова. И вот во второй части хотелось поговорить о Крыме. В 94-м году, Евгений Кириллович, вы уже ликвидировали Крымскую республику Юрия Мешкова. Если говорить сейчас не только о работе СБУ, а вообще о всех структурах нашего государства, какая стратегическая ошибка была допущена тогда во время Крыма? Ну вот, то есть сейчас. Почему вам тогда удалось и не удалось нашему государству сейчас? И какая ошибка продолжает допускаться на Востоке? Ну, прежде всего, по событиям в Крыму, нужно сказать, это так, 92-й, 95-й годы. Я вначале хотел бы сказать, что не следует преувеличивать исключительно мою роль. Служба безопасности сыграла очень серьезную роль. В этом принимали участие и политические структуры, и Верховный совет, и организационные... Ну, сейчас вы в нашей студии. Когда будут они, мы будем с ними разговаривать. Но действительно, служба безопасности, тогда очень многое критических... Очень многие критические ситуации развязывало. Я даже до сих пор помню подземные коммуникации Симферополя. Ну, почти что, если там ничего особо не изменилось. То есть, если надо пробраться, вы нас с Константином проведете? Ну, сейчас не знаю, но тогда мы это изучали в связи с острой необходимостью. Я могу вам сказать, когда ситуация развивалась почти... Первая часть. Почти один к одному, как и сейчас. Почему я в нескольких интервью, и, как говорят, криком кричал, я вижу то, что делалось. Это делает структура. Она известна. Это Главный разведуправление Генштаба вооруженных сил. Это могущественная структура, специализированная. Времен Советского Союза еще там огромнейший опыт. Ну, и когда начались события сейчас, я увидел, что один к одному идет повторение. Казаки с Кубани на фестиваль, в Симферополь, потом там активизация морской пехоты, Черноморского флота, потом тогда еще были политические партии такого регионального характера, пророссийские. Потом попытки захватить и захватили Министерство внутренних дел Крыма, потом появляется президент, вообще институт президентства Мешков, потом захватываются радиостанции, радиоканалы, потом телерадиокомпания, и потом попытка была захватить службу безопасности. И мы, узнав об этом, мы успеваем на вертолетах, на малой высоте, чтобы ПВО флота это нас не засекло, мы выбрасываем Альфу. Вот та самая Альфа, вот ее роль, теперь вы объясняете конкретно, на конкретной ситуации. Мы выбрасываем Альфу во главе с моим первым заместителем, Валерием Васильевичем Маликовым. Кстати, о том, что мы туда летим и будем проникать в здание СБУ, а мы знали, что на утро будет захват, не знали никто из сотрудников Крымского управления. Даже председатель на то время СБУ Крыма, Коломыцев, тоже не знал. И когда утром все начали приходить на работу, их встречала наша Альфа, даже сотрудников. Ну и потом, когда, естественно, была попытка захвата, она, естественно, не удалась, и служба безопасности не была захвачена. То есть такая странная ситуация. Нам сейчас подсунули те же грабли, но мы на них наступили и лбом ударились, а тогда вам удалось обойти? Я вам скажу, ну тогда целый комплекс был мероприятий, не только службы безопасности, мы помним, тогда были целые такие в хорошем смысле десанты депутатские, кроме известного Степана Ильковича Ахмары, который очень патриотический, но с точки зрения тактики был... Да, в достаточной степени провально, да, было и в его выступлении. Вот, но было очень много, я вам скажу, такого, чего сейчас не было. До сих пор помню, когда мне пришлось командующим Черноморским флотом прямо на одном катере идти на бригаду морской пехоты именно Черноморского флота рисковать, да, всякое могло быть, могло быть, а другого выхода не было тогда. Почему сейчас это все не было, даже малого из того, что перечислено вами, не было применено? Я вам скажу так, не только это, чтобы не героизировать себя, я вам скажу, что можно было еще и раньше. Вы знаете, когда Россия объявила учения у нашей территории, большие, масштабные, которые раньше не проводились. Россией такие учения такого масштаба у границ Украины не проводились никогда. Более того, мы знаем, что Россия вышла из договора об обычных вооружениях в Европе, это значит, что всякие ограничения на перемещение больших военных структур на нее уже не существовали. И тогда, следовательно, если бы наша сторона украинская объявила точно такие же учения на своей территории, не провоцируя никого, вы объявили, ребята, и мы у себя. В общем-то, общепризнанная мировая практика в таких случаях. А что такое военные учения? Это война, но учебная. И стреляют холостыми, ну, там допускается, что могут быть жертвы, ну, не от боевых действий, а от всяких там технических и других ошибок. Если бы мы объявили такие учения, а учения, я уже сказал, что это такое, согласно этим учениям, мы могли бы укрепить Керченский пролив, охрану, всех военных объектов, государственных учреждений. почему? Это учение, ребят, мы выучитесь, мы учимся, да, учение ставится задача. На любое же учение не вообще, ребята, полетайте, постреляйте, а учение это что? Отражение чьей-то агрессии или наступательная операция. Другого же нет. Это же, ну, так сказать, веселые игры очень дорого стоят такие. Следовательно, если бы мы объявили точно такие учения, раскрою вам небольшой секрет, ну, его все военные знают, вооруженные силы каждый год утверждается руководством страны, ну, верховным, главнокомандующим, называется это украинскую мову застасование сбройных сил, то есть стратегичное застасование, то есть стратегическое применение вооруженных сил на случай, конфликтов и определяются, они в военной науке расписаны, там, малоинтенсивности, пограничный конфликт с вооруженными людьми, невооруженными, ну, короче, есть модели всякие. И если бы мы провели такие учения, поставив задачу, учение всегда с задачей, ну, конечно, конкретно результат должен быть. агрессии, да, да, виртуально, учения, но отражение агрессии откуда, если там такие же учения, не надо придумывать, откуда отражение агрессии, да? Ну, тут не надо искать внешнего врага, как ищет Россия. Там виртуально, и здесь виртуально. Но если бы мы провели все усиления оборонного характера, там, охранения, подняли, вывели все корабли из бухт, выставили на рейд, а не держали их в запрете, так как пограничники, кстати, сделали, пограничники не потеряли ни одного корабля. Они все, когда увидели, что дело пахнет керосином, они увели на Одессу. И это означает, что тогда всякие, ну, захваты типа, вот захват Верховного Совета, мы помним, когда впервые появились зеленые человечки. Они появились в 4.30 утра из Севастополя, то есть из главного места базирования Черноморского флота, это бригада морской пехоты. Да, они сняли там шевроны и опознавательные знаки, но это так, для прессы и для людей, ну, не то, что не понимающих, а которые не знают. Да, не сведущих. Ну, даже и не понимающим было, в общем-то, понятно, что эти люди. Да, что вооруженные люди, обученные, видно по поведению. Но, тем не менее, игру в терминологии же продолжали вести, мы продолжали оставаться дипломатами. Поэтому, когда вот они появились, и как они заняли Верховный Совет, было видно, это делают военные люди. Но сам факт по себе, если бы учение украинских вооруженных сил было объявлено, это значит, что был бы взят под усиленную охрану Кабинет Министров Крыма, Верховный Совет Крыма, ну, там военные все там объекты и так далее. Следовательно, если бы этих два грузовика прибыли, они бы наткнулись на вооруженную охрану, которая выставлена в связи с учениями. Ну, и дальше я не буду развивать, это такая специфическая тема, но тут вопрос вот в чем. Российская сторона очень грамотно, конечно, в кавычках, для себя грамотно выбрала время проведения именно вот Крымской операции. Если вы вспомните, у нас начиналось с формирования коалиции. Формирование коалиции это длительный процесс договоренности. Без формирования коалиции нельзя сформировать правительство. Без формирования правительства нельзя назначить, потому что это квотный, это дурацкий принцип. Который вы терпеть, кстати, не можете. Да, я о нем говорил, что какой чертоквотный принцип посиловать структуру. Вы о нем кричали, я бы даже сказала. Это силы, ладно, там экономические, Минфин, где деньги большие, ладно. Но тем не менее, хорош враг, который ему-то, какая разница, что формируется правительство, они нашли Детонко, там и Рветси. Правильно. Есть хорошая присказка украинская. Я вот о чем не говорю, что они выбрали такой момент, когда, мало того, что ну, не было практически кого, кто бы реально управлял вооруженным сопротивлением, а оказался еще действующий на той момент начальник генерального штаба Ильин, который уже выехал в Севастополь, а он был задействован Януковичем, он был назначен за месяц до Майдана. Фактически работал на другую страну. как говорится, для судебного заседания не будем говорить, что надо доказательства, но де-факто он там сидел, а он бывший начальник, командир бригады морской пехоты, вот, и практически некому было дать команду на противодействие, ну, то, что я сказал, уже даже без учений, уже надо было дать команду усилить переправу, охрану, перекрыть то-то, там, связь, ну, короче говоря, чисто военные команды, которые бы заблокировали именно не просто вторжение военных человечков, а вообще их активизацию. Это не значит, что Россия бы не пошла, но тогда ей надо было бы уже идти на штурмовые операции со стрельбой, с гибелью, с обеих сторон, конечно, вот, это уже был бы совсем другой окрас, это уже было бы что-то наподобие Грузии, вот, но нашим военным хватало ума, хотя многим это сложно было понять, почему наши не стреляли. Кстати, это тоже феномен, который висит очень в общественном сознании сегодня. Мы должны сейчас прерваться буквально на минуту, я хочу напомнить, что у нас в гостях Евгений Марчук, создатель службы безопасности Украины, и мы продолжим после маленькой паузы. С вами Радио Вести, в студии Константин Дорошенко, Татьяна Гончарова и Евгений Кириллович Марчук. Продолжаем очень важную тему для Украины. Четвертый премьер-министр Украины, да, и человек, который первый возглавил службу безопасности Украины. Вот опять же, возвращаясь к тому, служба безопасности Украины, так или иначе, она выросла из структур КГБ. Собственно, президент сопредельной державы, он в чем-то, ваш коллега, господин Путин, то также работал в КГБ. Можно ли быть на сегодняшний день уверенным, что все те люди, которые из структур КГБ перешли в СБУ, на самом деле стали верными Украине? Можете ли вы быть уверены в том, что не сохранились те люди, которые, в общем-то, оставались верными той присяге, которой оставался верен и Владимир Путин? Как это сейчас проследить? Я почему задаю такой вопрос? У меня был один раз в жизни странный опыт общения с СБУ, когда меня пригласили на допрос. Это было в 2006 году. Тогда я работал в одном журнале, и российские информационные ресурсы распространяли информацию в очередной раз об устранении Шамиля Басаева. И поскольку российские СМИ регулярно сообщали об устранении Шамиля Басаева, мы решили связаться с господином Ахмедом Закаевым в Лондоне, который является министром иностранных дел Чеченской республики Ичкерия в изгнании. У нас был телефонный разговор с ним, я сделал интервью, и Закаев действительно подтвердил факт ликвидации Басаева. Все это было опубликовано. Вдруг, где-то через месяц, меня вызывают в СБУ на допрос, причем, как выяснилось по ходу этого допроса, по запросу Генеральной прокуратуры России, по факту моего интервью с Ахмедом Закаевым. И вот тогда мне было очень странно, почему СБУ выполняет поручения прокуратуры Российской Федерации. 2006 год. Значит, первое, СБУ официально, юридически начало свою деятельность 25 марта 1992 года. Это тогда, когда был принят закон о службе безопасности Украины. Кстати, этот закон был первый на территории бывшего СССР. Мы первые приняли такой закон. Полгода мы им занимались, нам помогали очень серьезно, и британцы, и немцы, частично американцы помогали в каком смысле? Они давали нам, как они, у них по-разному. В Британии это одно, в Германии другое, в Штатах третье. Для того, чтобы мы видели, как вообще мировые службы законодательно закреплены в структуре вообще всей защиты государства, и мы выбирали из этого то, что адекватно к нашей ситуации. А все настолько хотели помочь, то есть это открытая история, да? Да, да. И что это означает? Это означает, что мы первые на территории всех союзных республик не только приняли закон, а совершенно перестроено было, ну, во-первых, КГБ же не имело закона. КГБ было совместное постановление Совета Министров и Президиума Верховного Совета, и это был такой базовый правовой документ, хотя это не закон. Но я этим что хочу подчеркнуть? Этим я подчеркиваю то, что было не просто принятие закона, который развернул ну, как сказать, цель и мозги тех, кто будет работать в СБУ. Потому что закон принимался Горячим Верховным Советом. Вспомните Верховный Совет 92-го года там и горячий рух еще все кипит. И мне пришлось его не только через комитеты проводить, я возглавлял комиссию уже как председатель, я был назначен кстати 7 ноября 91-го года, но тоже в парламенте кстати я был назначен. И через такой горячий парламент провести такой закон было, я вам скажу, очень непросто. но я этим что хочу подчеркнуть, что создав такой закон и перестроив вообще и цели и задачи и технологию и подконтрольность самое, знаете, более половины моего выступления и вообще ответом на вопросы в парламенте было не сколько там задачи, поскольку они все выписаны, а все службы контроля наружка, подслужка, ну там и все другие потому что мы выписали так, кстати нам наиболее подошло, да еще Швейцария нам помогала, как швейцарцы это сделали, кстати в законе службы безопасности, то есть система Швейцарии больше подошла? Ну в целом, в законе, нынешнем законе о службе безопасности, он кстати действует тот закон, который я проводил до сегодняшнего дня, есть формула, которую я взял из швейцарского законодательства, любой гражданин, вы можете зайти, это есть, который вдруг вот ему показалось по каким-то приметам, что за ним работает служба безопасности, то ли наружку заметил, то ли подслужка ему показалась, то ли какие-то подозрительные там люди, он пишет заявление в СБУ, и по закону служба безопасности обязана в течение месяца дать письменный ответ гражданину, первое, нет случайно, ну или вообще нет, да, но это ты отвечаешь, потому что если да... Вот это вы карты в руки вложили нашим гражданам, я уверена, не многие знали об этом. Но если да, бывает такое, да, вот я помню по Швейцарии, я приведу вам потом, может быть, будет время, пример, А если да, то тогда в течение месяца, если гражданин пожаловал, то есть заявление написал, то месяц от подачи заявления. И если действительно, допустим, служба в силу обстоятельств каких-то занимается этим человеком, изучает, да? Если да, они открывают свое лицо? Если да, служба должна за месяц или довести до логического конца, и если он подозревается, значит, довести, вызвать его, предъявить обвинение и так далее. А если нет, а бывает, что человек случайно попадает в поле зрения, в силу обстоятельств, тогда вызвать его, извини, дорогой, было дело, да, вот так и так ты попал в поле зрения вот в связи с тем, что ты стоял долго на вокзале, разговаривал с человеком, он на английском языке, а ты знаешь, ну, я условно говорю, да, ты ему помогал, но ты долго говорил, но ты-то не знал, что он установленный разведчик, и мы знаем, что он вышел навстречу, а любой квалифицированный разведчик, он понимает, что он может быть под наблюдением, и он маскирует, и он дает очень много ложных, чтобы запутать следы и сбить с толку, поэтому извини, вот смотри, значит, там, если тебя послушали, послушали, все уничтожается, ну, и так далее. Но вы все-таки так и не ответили на вопрос, возможны ли кроты, кроты, которые работали еще тогда, на другую страну. Я просто пошел с другой стороны, чтобы сказать, что не только название изменилось, существенно изменилось, цели, закон, контроль, никто КГБ никогда не контролировал. СБУ было, ну, сейчас при Януковиче нет, конечно, а комитет по безопасности контролировал очень серьезно СБУ. Так вот, смотрите, это было когда, 23 года тому назад, а теперь берем, даже если два года человек работал, это у нее уже 25 лет выслуги. То есть прошло уже сколько? 25 лет. Да, да. Ну, чтобы долго вас не мучить, я вам могу сказать единственное, что на сегодня, если человек 30-40 из бывшего еще КГБ осталось на всю Украину, думаю, нет, 30-40 нет. Я думаю, если там, ну, может 15, может 10, из тех, кто работали в те времена, сегодня их уже не осталось. То есть совершенно новые кадры. Да, конечно, академия создана, академия СБУ, мне пришлось начинать институт, потом, значит, университет, сейчас это академия СБУ. Это все уже ребята, рожденные в Украине, многие из них вообще выросшие в годы независимости. А самое еще важное, знаете, что даже вот в те времена, вот был критический момент ГКЧП. Да? ГКЧП, казалось бы, что КГБ Украины должен, Крючков же был член ГКЧП, председатель КГБ СССР. Украинское КГБ УССР возглавлял Николай Михайлович Галушка, из Москвы присланный, да? Но, если бы даже вот он решил дать команду, чтобы украинское КГБ УССР начало поддерживать ГКЧП, его бы не поддержали. Была одна существеннейшая разница. В КГБ УССР 99% сотрудников были выходцы, жители Украины, у которых все там поколения и могилы, и это все украинское. Многие не понимают, что, ну так что, военная контрразведка, то есть то, что называлось тогда особые отделы, которые действовали на территории там, где военные крупные соединения, а в Украине было три гигантских военных округа и один пограничный округ. То есть количество особых отделов КГБ СССР в Украине по численности было точно такое, ну там чуть-чуть, разница, нежели КГБ УССР. КГБ УССР территориальный орган, а особые отделы это не территориальный орган. КГБ УССР двойное подчинение на Москву и на ЦК КП Украины. Особые отделы, минуя всех, сразу только на Москву. Евгений Кириллович, пусть мы вот не охватываем сегодня детали вашей жизни, но мне так нравится, что мы детали, вот структуру многих говорим, работа которых она не ясна, до сих пор даже остается. Мы сегодня много проговорили, нам сейчас снова нужно сделать паузы, а после этого продолжим. Вы слушаете Вести, радио новостей и мнений. С вами Война миров. У микрофона Константин Торошенко и Татьяна Гончарова. И с нами Евгений Кириллович Марчук. Можно его еще представить как политика, которая очень любит джаз, потому что там много импровизации. Возможно, за это он и любит политику, но у Константина другой вопрос. Да, все-таки мы помним, что господин Марчук четвертый премьер-министр Украины. Вопрос вот какой. Считается сейчас у людей, у наших очень коротка память, что идея сотрудничества и вступления Украины в НАТО, она принадлежит президенту Ющенко. На самом деле, в 2002 году, будучи главой Совета Национальной Безопасности и Обороны. Именно вы озвучили... Уточняю. Глава Совета Безопасности и Обороны президент, а я был секретарь. Секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны. Спасибо за уточнение. Вы именно озвучили информацию о том, что закончилась украинская эра многовекторности, что сложилась благоприятная ситуация для нашего форсажа на европейском направлении и было заявлено о том, что доктриной Украины, военной доктриной является движение и вступление в НАТО. В 2002 году вопрос считался почти что решенным. Не совсем. Ну, официально так это воспринималось согласно официальной политике. Нет, вы правы в том, что это был поворот. Да, это был поворот. Более того, я помню прекрасно еще даже в 90-е годы в Одессе, там я был на праздновании какого-то юбилея Одессы, там были в это время моряки НАТО, которых одесситы встречались с цветами. Что происходит вдруг спустя несколько лет уже при президенте Ющенко? Невероятное количество протестов против сотрудничества с НАТО. Все забывают о том, что когда-то это было уже и объявлено, и совершенно спокойно воспринято обществом как некая перспективная линия. Я с генсеком НАТО Робертсоном, когда вот был так называемый комитет Украина-НАТО в 2002 году, когда в Киев приехал не только генсек НАТО, а и все послы, член стран НАТО в штаб-квартире. Ну, это назывался КУН, комитет Украина-НАТО. Так вот, по программе, кроме того, что здесь в Киеве были очень большие мероприятия, мы с генсеком НАТО вдвоем выехали в Донецк губернатором, когда был господин Янукович, и там провели несколько круглых столов с привлечением общественности. И с участием Януковича, я так понимаю. Янукович принимал участие. И более того, мы посетили завод, который расходы на разминирование противопехотных мин оплатили страны НАТО. Это такая международная программа, поскольку называется такой вид вооружения, который очень большие увечья. Человеку одно дело погиб сразу, другое дело в муках погибает. Короче говоря, была финансирована такая программа, и тогда особого ничего такого не было, протестного. Но этому предшествовало вот что. Мы вспомним, 2002 год. президент Кучма проходит, помним, дело Гангадзе, Украина без Кучмы, и дальше изоляция. Вот прошу прощения, я хотел бы спросить, насколько на самом деле вот этот поворот Кучмы в сторону НАТО был завязан на деле Гангадзе, потому что существует... Ну, не на Гангадзе, а на несколько другом. Ну, на последствиях дела Гангадзе, которые привели к изоляции Кучмы, существует версия, что это вообще была спецоперация ФСБ, и что Кучма таким образом ответил. Нет, это ерунда. В каком смысле? Ну, гипотетически можно, там, размышления всякие. Поскольку я принимал участие и в Пражском саммите, и в Стамбульском саммите, и все это готовил, а вначале было принято решение Совета национальной безопасности и обороны. А этому предшествовало принятие закона. Закон об основах национальной безопасности Украины. Поскольку я его проводил и через Советы, и через парламентские комитеты, и в зале Верховной Советы я его тоже проводил и защищал, там была, кроме всего прочего, очень важная формула. Звучит она так. В интересах обеспечения национальной безопасности Украины, Украина может присоединяться, первое, держим уме, в интересах обеспечения национальной безопасности. Украина может присоединяться к военно-политическим блокам, запятая, в том числе к Североатлантическому Альянсу. Это был крутой поворот в закон 92 тысячи сейчас я точно не буду, чтобы не ошибиться. То есть, в этот закон вводится такая формула. Проводится пражский саммит, если интересно, на пражском саммите НАТО Соединенные Штаты не советовали даже к Кучме приезжать, поскольку тогда дело Гангадзе, Украина без Кучмы, серьезная такая внутрополитическая акция. Но Кучма правильно делает, он едет, там еще и Кольчуга Гейт замешана была. Которая оказалась в общем-то раздутой пиаром. Давайте отдельно поговорим, там не все однолинейно, там не просто все очень. Вот, но после пражского саммита проводятся вот эти акции, о которых я говорил, внутри вот нашей всей государственной структуры я занимался этим вопросом, я был назначен кроме того, что секретарь РНБО, руководитель государственной программы по сотрудничеству с НАТО. И нам тогда удалось организовать сотрудничество с НАТО по всем профилям, не только по военному. Кстати, в рамках сотрудничества с НАТО где-то процентов 25 это военная тематика, а остальное это не военная. Это судебная система, это свобода слова, это права человека, это образование. То есть множество очень важных моментов. Но им же нужен стандарт партнера, они же не могут бандита взять только лишь потому, что им выгодно в военном смысле. и они очень боялись, у них был такой прецедент со Словакией, они боялись, ну и правильно делали, не то, что боялись, а остерегались того, чтобы принять партнера, которым может быть реверс к советскому прошлому. Вот в Словакии, если вы помните, она была в одном ряду по принятию, а потом, когда премьером стал Мечиар, ну он такой товарищ пророссийского профиля был, и тогда НАТО сделало стоп-машину, остальные вперед-перед, а здесь стоп, почему, потому что, ну кроме того, что там российское влияние было большое, они боялись, вдруг Словакия развернется назад, то есть, если есть реверс, опасность реверса к прошлому, такого партнера в НАТО не возьмут, кроме того, кроме того, очень важно, еще недавно Порошенко правильно подметил такую важную деталь, в НАТО не принимают никого, у кого есть пограничные споры с соседями, ну или, тем более, есть гражданская война. Я помню очень хорошо, когда Румынию принимали, ну, должны были принять в НАТО, то Ильеско приезжал и упрашивал к Учму, чтобы Украина сказала, что нет спорных пограничных вопросов между Украиной и Румынией, и остров Змеиный неспорный там, и так далее. То есть, тогда удалось на уровне министерств, которых заинтересовали, в каждом министерстве был замминистра, который по-своему уполномоченный за сотрудничество с НАТО по своему профилю, образование, не военное, или были даже министерства чрезвычайных ситуаций, наиболее активное сотрудничество было. Кстати, когда в Харькове были тяжелые проблемы с очистными сооружениями, была большая катастрофа, то нам НАТО помогло решить эту проблему. Ну, это длинная история. Короче говоря, в то время не только удалось продвинуться в технологическом смысле, а очень существенно изменить общественное мнение. Мы тогда довели общественное мнение поддержки в те времена. 32, в целом по Украине, 32-34% было. Но, кстати, в парламенте, в парламенте голосовала и партия регионов, кстати, за закон, вот этот, о котором я говорю, партия регионов голосовала. То есть, за то, чтобы в законе было, что в интересах национальной безопасности может в будущем вступить НАТО. На основании закона была разработана военная доктрина. Закон это парламентский документ, а военная доктрина это президентский документ. Президент может через полгода менять. И кто же его потопил, эту доктрину? у нас буквально минута до конца, к сожалению, очень интересный разговор, но давайте мы за эту минуту сформулируем, что случилось, почему все эти усилия пошли прахом в результате, почему наши усилия, как мы от вас слышим, много же хороших сделаны. С нашей не состоялись. Кто похоронил все эти успехи? Все, на мой взгляд, просто. Очень хорошо поработала Россия, в том числе через пропагандистскую свою машину и в том числе через команду, бывшую команду Януковича. Это было принесено так, что в интересах гражданского мира в Украине вот лучше сделать внеблоковый статус и мол, где это примирит ситуацию и так далее. Хотя это была стратегическая ошибка, я по этому поводу публично высказывался, что это ошибка. Одно дело, не надо форсировать. Можно этот режим ПДЧ, план действия до членства, то есть партнерство ради членства, его же можно было растянуть на 10 лет. Не значит, что через 3 года вступать надо. Но сам, вот если бы мы были в режиме партнерства относительно членства, это такой особый режим предвступительный, да? Невозможно было бы аннексия к ремонту. Нет, это уже почти членство, но там без всех формальностей. Ой, слушайте, мы столько, если бы назвали, если бы учение, если бы вот было это подачей, а вот не произошло. Знаете, все эти вещи очень хорошо знает и знала российская сторона. Ну, то есть все это происходило сознательно. Они прекрасно понимали, видели, анализировали и очень точно, скальпельно воздействовали на ключевые моменты, которые в результате, вот сейчас говорят, безъядерный там или внеблоковый статус. Так мы и были во внеблоковом статусе и получили аннексию Крыма. И что нам дал этот внеблоковый статус? Конечно, сейчас ставить вопрос и отступать в НАТО. НАТО сейчас скажет, ребят, вы закончите свои... Они же не заходят на беспокойные территории. Вы закончите проблемы, мы вам будем помогать, но мы не можем принимать в НАТО страну, в которой такая серьезная проблема на Донбассе. Видите, вы так эту серьезную проблему назвали этапом высокоинтеллектуальной части кризиса в одном из своих интервью, в частности, когда вы выступали на форуме. Но вот будем красиво называть это беспокойное время вот так. Я хочу поблагодарить Евгения Кирилловича Марчука, четвертого премьер-министра Украины и первого главу СБУ Украины за участие в нашей программе. Мы, может быть, не ответили на вопросы себе и слушателям, что сейчас нам делать, но мне кажется, что без знания недавнего прошлого и тех достижений и ошибок, которые в нем были, двигаться дальше невозможно. А с вами, напомним, также были Татьяна Гончарова и Константин Дорошенко. Спасибо.